доброе утро друзья и добро пожаловать новое видео сегодня у нас воскресенье мы все дома скоро уже будем завтракать и принципе сегодня мы никуда не планируем только доехать до своего огородика там мне нужно убрать лук ну а так мы планируем провести этот день дома на завтрак приготовлю пирог я уже размяла толкушкой банан добавляю сюда растительное молоко у меня овсяное растительное масло перемешиваю до однородности добавляю щепотку изюма овсянку я ее пробила в муку немножко мускатного ореха немножко корицы разрыхлитель все перемешиваю выкладываю тесто в форму украсила пирог сливой голубикой и малиной и отправляю в духовку на полчаса наш утренний смузи ананас авокадо голубикой банан нектарин достала пирог наш только что из духовочки будем сейчас завтракать пить чай мы открыли этот греческий мед с чаем и удивительно то что он прям полностью был почти до краев наполнен он так хорошо пропекся и такой ароматный я этот пирог обычно делала с яблоком но вот со сливой с голубикой с малиной мне кажется даже интереснее он очень вкусно позавтракали и поехали на огород ой как хорошо здесь птички поют бабочки летают класс мы приехали с той цели чтобы вытащить лук но ночью был дождь и здесь просто жижа вчера весь день был дождь но все равно будем вытаскивать уже некуда тянуть по одному сынок лучше сразу два даже но лук вроде бы не маленький вырос такой как магазине продает средний помидорчики у нас прям тут на тропинке расположились и цукини опять вырос мой здесь уже на улице тоже краснеют помидоры что-то тут с этими листьями на томатах я решила их обрезать это ты на этой грядке да а лука немало уже целое ведро этот арбузик готов моему уже заберем то что тут уже все равно все пересохла я не думаю что тут что-то дальше будет происходить забирай вырастили арбуз ну да его пытались слизняки поесть у него непростая судьба но все равно самое выжил столько кабачков опять миром картошку выдернул нашел торчало в земле огурчики помидорчики ведро лука красная прям где-то ее нашел значит здесь красный растет витя с мироном решили картошку покопать немножко я думаю что то непонятно вот с этими помидорками да они прям маленькие такие похожи на арбузики но они начали зреть смотрите желтенькие уже есть прикольно так много их мирончик говорит я буду вот эти маленькие малыши брать с собой в садик помидор тоже собрали немало ведь а морковку сорвал уже вторую до вкусно попробовать можно большая да какая да твоя слаще здесь у меня капуста 1 завалялась по моему нужно тоже начала отрезкаться так что я ее сейчас сорву все капусточку возьмем с собой я увидела у соседа у нашего артишок я даже не знала что они растут и здесь могут вырастать вообще про них ничего не знал но хочу попробовать так что надо будет следующий год тоже найти семена и посадить наш арбузик здесь растет вроде все с ним нормально надеюсь что он вырастет и созреет натюрморт наш красивый витя с мироном еще картошку копнули ну кстати есть и крупная всякое и здесь еще у мирона вот эта конструкция с горошком нам уже не нужно горох уже все переспел отцвел завершил свою жизнь и мы ее убираем освободился еще одна грядка витя с мироном сейчас будет выдирать отсюда все какой-то сильный покажи где выдерни все вот это гераку мирон я хочу вот самые крупные бабы вот такие сорвать дома просушить и посмотреть как это функционирует то что я первый год бабы выращиваю посмотреть они там высохнут раскроются что там внутри нарвала пакетик посмотрим что дальше с ними произойдет я буду делать удобрения с большим количеством калия по ирининому рецепту добавляю один литр или один килограмм теперь добавляем 100 грамм уксуса у меня только яблочный и заливаю теперь водичкой хорошо все перемешиваю оставляю настояться на полчаса бабушки поедешь с цветами красивые до цветочки эта грядка у нас освободилась можно шпинат например посадить огурцы у нас все равно еще бьются в последних конвульсиях много листьев конечно которые поразились но и много тех которые вот заново начали расти у нас еще одна грядка освободилась здесь у нас лук рос но у меня тут кстати свекла уже зашла я вижу сейчас буду разбавлять вот это удобрение 1 литр на лейку и поливать также у меня еще есть травяные настои тут уже прямо на очень долго все стояло мне все равно их использую это происходит всегда до грядка с травами у нас так расползлась расцвела просто вообще огромная там кстати где-то петрушка петрушку уже тоже скоро надо срезать редисочку еще сорвала теперь бабушки можно ехать захочешь домой скажи ладно тебя сразу заберем мы только пришли домой пока я была в душе ведь уже раскладывает лук на газету на балкон у нас больше дождей не будет он должен просохнуть надо еще бобы разложить не знаю или здесь или возле телевизора чтобы они тоже просохли мы по-быстренькому решили покушать подогрели картошку которую мы вчера готовили нут отварили и свежий салат мирончик же завтра идет садик и знаете чем я тут занимаюсь приклеиваю ему альбомчик выбрала фотографии так трудно было выбрать я 70 напечатала надо только 13 я уже рассказывала что у мирона в садике если вдруг ребенок заскучал вот такой вот альбом где он может посмотреть своих близких маму папу дедушку бабушку это кстати мой папа это мы в калининграде это мой брат со своей семьей девочка сестричка мирона моя мама моя крестная это мы это сестрички мирона это тоже на море мы здесь я оставила место для витиного папы и здесь место для витиной мамы эта фотография тоже мы с мирончиком но и завершающие две фотографии мирончик с папой и здесь я с мироном завтра распечатаю маму и папу еще видите но сюда вклею и можно относить этот альбомчик мирону садик здесь тоже немножко обновила фотографии некоторые фотографии распечаталась фотосессии с калининграда это мирон здесь внутри месяца пошел дождь мы собирали клубнику и витя одел ему крышку такую которую клубнику собирает на голову чтобы он не промок здесь мирончику два месяца по моему только тут тоже он малыш совсем ну кстати он самого раннего возраста научился улыбаться и улыбался прям так во весь рот это с калининграда фотографии я тоже сюда повесила вот эта фотка мне очень нравится это видите только приземлился на параплане совсем другое лицо у него ведь она картинги гонял с мирончиком сфоткался это еще 2018 год чемпионат мира по футболу я здесь уже была беременна мироном но я здесь еще не знаю что мы с витей становимся мамой и папой дедушка мирончик его и семья моего брата уже показывал это мирончик наш улыбашка у нас ведь а макарошки на ужин сварил я сырными дрожжами посыпала мы решили разрезать наш арбузик и посмотреть что там внутри вот так он выглядит он не созрел конечно это факт но интересно попробовать сладкий а да вкусный пробуем смотрим на арбуз похожий он сладкий даже несмотря на то что он желтый почти что корку даже сбрызть но он реально какой-то такой ароматный интересный не такой как покупной вкусная даже зеленка короче мы съели арбузик и он нам понравился потому что он наш родной поставлю опять подъезд коробочку здесь цукини и капуста потому что уже перерабатывать это ничего не хочу лучше раздам и просто соединять видишь ты справился на свете всех милее а зеркало не отвечала краше тебя никого нет видите фотографии нравится там и для тебя специально выбирали да дедушка ева и ты в лодке до катаетесь доброе утро друзья ну что этот день настал мы сегодня отрываем ирончика практически от сердца и отправляем его в садик я уже тут с утра ношусь поставила гладильную доску глажу вещи подготавливаем все вещи в садик поставила пирог в духовку сейчас позавтракаем хорошо что ему сегодня надо не так рано обычно садик к 8 а сегодня назначили ознакомительную встречу в 10 утра так что я думаю что до 10 я все успею мы позавтракаем и поедем я достала наш пирог из духовки это и будет наш завтрак вчера такой же готовила сынок я просто хотела сейчас просить эти ты сегодня пойдешь первый день садик ты готов зайчик хочется пойти посмотреть ирончику небольшой перекус завтрак с собой подготовила но он чуть-чуть позавтракал в 10 у них начало и в 12 у них уже обед я почти все вещи успела утром погладить осталось тут совсем чуть-чуть сказали что только один родитель может пойти сегодня витя пойдет а я сейчас хочу быстренько в дм распечатать еще две фотографии бабушку и дедушку и вклеить мирончику в альбом ты готов сынок все классно настроение хорошая но супер в дм я распечатываю фотографии 4 фотографии евро 08 я прям здесь сейчас приклею взяла клей с собой все готовы и дедушка тоже готов ну мама держи свой альбомчик да я там дедушку и бабушку еще приклеила ладно ирончик я буду по тебе скучать мама возвращайся поскорее хорошо удачи тебе сынок все я пошла домой немножко такое волнение внутри но это нормально здесь что увидите с мирончиком там пройдет все хорошо и мирону понравится и видите тоже будет спокойно потому что он тоже немножко переживает в общем все будет нормально все будет хорошо пока иду домой расскажу немножко процентов которую мы ходим потому что увидела что алена прислала комментарий может быть там немножко непонятно я поверхностно рассказала что мы ходим в церковь что это значит я посещаю от церкви языковые курсы они бесплатные проходят они один раз в неделю по четвергам с десяти утра начинается и до 12 и также в этой церкви проводятся встречи чисто мамочки с детьми по моему по вторникам и по пятницам семейные встречи вся семья может присутствовать и дети дети играют общаются родители тоже играют общаются когда мы приходим нас встречают с пирогами германии такая традиция начинать поход в гости с пирогов сначала кофе с пирогом или тортиком и потом уже основной ужин также здесь когда мы приходим нас встречают предлагают нам кофе чай водичку сок пирог мы не отказываемся начинается эта встреча в четыре часа и в шесть часов ужин два часа мы там находимся общаемся наши дети играют мы тоже расслаблено классно проводим время потому что дети заняты да у тебя освобождается автоматическое время и внимание и можно тоже пообщаться посидеть приятно провести вечер очень дружественная такая атмосфера в основном конечно это немцы по моему мы только вот втроем ходим я таня и юля несмотря на это нас очень дружелюбно встречают там супер приятная дружественная атмосфера обстановка с улыбкой все нам рассказывают показывают предлагают все что там можно предложить в общем супер доверительная атмосфера там складывается и в такой атмосфере не страшно раскрываться открываться все эти мероприятия как я уже сказала спонсирует церковь это все абсолютно бесплатно так же как и курсы языковые также эти встречи тем что нас угощают это тоже бесплатно мы просто проводим там приятное время детьми все классно мы очень довольны что есть возможность попасть в немецкую среду потому что действительно найти человека с которым можно заговорить по-немецки в германии это очень трудно и вот там предоставляют эту возможность по поводу религии никто ничего не спрашивает никуда вступать не заставляют никакие взносы делать не заставляют перепу их переписывать имущество тоже не заставляют в общем это просто спонсирует церковь вот такие встречи и по большому счету единственное что там про можно услышать про бога так это песенки которые уже перед ужином несколько песен на гитаре поют но я в этом вообще не вижу ничего плохого вообще все что касается бога это супер это классно это хорошо только конечно если тебе это не навязывать какой-то агрессивной манере прийти туда на эти встречи может кто угодно у кого есть желание провести как-то необычно свое время также на курсы могут ходить абсолютно все кто в этом нуждаются так что если вдруг кто-то здесь поблизости есть присоединяйтесь к нам я уже дома зашла и подумала может быть я не раскрыла тему по поводу садика сегодня я тоже не думаю что есть какие-то причины для переживания потому что это будет просто ознакомительная встреча мирону все расскажет покажет что в садике есть как тут все устроено и займет это где-то час или максимально два часа в 12 у них уже обед еще один удивительный такой факт нам прислали письмо что нам за садик платить ничего не нужно мирон идет садик уже в четыре года он родился в 2019 году и он подходит под какие-то там правила что нам за садик платить за него не нужно так что садик бесплатно единственное мы будем платить за питание по моему там 70 или 80 евро в месяц привыкание в детском саду будет длиться четыре недели если все пойдет хорошо то за четыре недели мир он уже справится и привыкнет если нет то этот период может еще продлиться первую неделю ребенок будет ходить наверное по часу по полтора все последующие недели уже в зависимости от ребенка как он будет готов остаться привыкание очень мягкая как только ребенок видно будет что он уже самостоятельно совсем справляется готов оставаться то родитель просто ждет в комнате в отдельной ребенок его не видит и если вдруг какой-то там непредвиденный случай что срочно нужно будет мама или папа то вот на тот случай мама или папа будет сидеть рядом в комнате когда и этот период будет уже пройден все нормально мама папа там не понадобились течение недели к примеру сидя в этой комнате то затем уже ребенка можно будет оставлять у нас как раз солнечная погодка будет последнее время здесь так хорошо сушится лук и бобы я сейчас прямо осознала что я впервые осталось утром сразу одна дома что-то такое непривычное мне еще надо немножко погладить сейчас закину стирку приберусь после завтрака короче есть чем заняться я все погладила закинул еще одну стирку сейчас разложу и буду готовить обед сынок ты мой хорошенький ты вернулся сынотик сынок ну расскажи тебе понравилось или нет прикольно там были еще велики и я покатался дядя и я передаю и я быстро катался а чё еще там было интересненького много игр было да и там много людей и детей ты мой хорошенький да очень круто что он так быстро соскучился мама и я пописать там был детский туалет что правда что ли для мальчиков что ручки помыл потом ты там достаешь все удобно ты еще раз пойдешь как у папи я понимаю и я копаю как будто песок как будто снег сыночек а ты там даже и на улице побывал и в группе и везде-везде ну классно я и гася а потом мальчик это который немножко любимые говорили по-русски поменялся татарем и мы любимые вокруг вокруг песочники ездим уже вдвое классно сынотик здорово я так рада что у тебя все хорошо было мальчик мальчик запакал потому что потому что он хотел самокат да и он запакал ну потом ему такие детские высыпеты дали ну ладно на лепиной ходи мальчик вот так ходи ему было еще три годика мальчик 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 даже не хотел уходить. Сегодня он должен был на час остаться, но Витя попросил еще на полчаса попозже, потому что он так хорошо играл, что Витя не хотел его тревожить. И завтра тоже сказали, что Мирон может на полчаса попозже остаться. В этом садике один раз в неделю дают детям мясо и один раз в неделю рыбу. Стоимость питания 80 евро, но у нас питание полностью растительное, веганское и оно будет стоить немножко дороже, оно будет стоить 105 евро. Мирон пришел, мама, я так кушать хочу. А на обед у нас сегодня наша молодая картошечка с огорода, кукуруза запеченная, салат овощной, спагетти и нут. Мирон игрушки, смотрите, бабушка передала. Короче, мы оставляем вот овощи, да, цукини, капусту мы оставили, и Мирону принесли игрушки за это. Пока-пока. Мама, можешь, пожалуйста, голубику мне полить опять, сыночек? Потому что вон вода дождевая набралась, есть. Можешь полить? Нет, нельзя это. Во, спасибо большое, видишь, как она пьет хорошо. Спасибо. Такой интересный пистолет, из него водичка просто льется всегда. Как из шланга, только напор маленький. Ты бы хотел сейчас с мамой на огород пойти прогуляться, или ты бы хотел, чтоб Миша к тебе в гости пришел? Миша. Чтоб Миша? Привет, Миша. К Мирончику пришел друг Миша. Классно, да? Смотри, мама, какой паук. Ой, поносу тебе дал. Пока Мирончик с Мишей играют, я даже кино умудрилась посмотреть. И такой классный фильм называется «Папа-невеста». У меня даже слезы потекли, он такой трогательный. Решили на улицу во двор пойти, да? Ой, как хорошо на улице, тепло-тепло. Миша с Мирончиком захотели немножко во дворе побыть. Там у них машинка, песочница. Короче, есть чем заняться. Велосипеды, самокаты. Смотри, мам, какие-то тени и шарики. Это шарики Ольбис. Покажите, что за шарики? Это шарики. Ого! Я думаю, что вы собираете? А они еще и мягкие какие-то. Не знаю, что это за шарики, но они здесь везде. Это, это пада Ольбис. Если что, меня зовите через балкон. Миша пришел в гости и принес ягодки, ежевика спелая. Миша с Мирончиком сказали, мы сильно-сильно голодные, да? Миша с Мироном распробовали вот эту пасту. Витя себе покупала, она иногда ее на хлеб мажет. Она без сахара, на основе арахиса. Эй, я тут, я тут. Ты, Петя, я такой-то такой. Миша с вами во дворю. Мирончик, а друг уехал. Их сегодня вообще не слышно и не видно было. Мирон загоняет свою машинку в гараж. Дорогие мои друзья, у нас уже вечер подкрался незаметно. Я безмерно вам благодарна за то, что вы досмотрели это видео до конца. За вашу поддержку, за потраченное время, чтобы посмотреть это видео. За ваши комментарии, за то, что вместе с нами проживаете наши моменты. И, кстати, еще хотел поделиться, что Витин брат старший, он его на полтора года старше, Леха, поддержал меня тоже. А финансово он отправил мне суперспасибо. И я вообще просто была в шоке. Это было так неожиданно и очень приятно. Так что у меня теперь не один спонсор, а два. Первый спонсор, может, кто пропустил, это был мой муж. И вот сейчас присоединился еще Леха. Буду уже с вами прощаться. В следующий раз расскажу более подробно, детально, как у Мирона проходит привыкание в садике. И еще, может быть, что-нибудь интересное произойдет. Так что увидимся обязательно в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok